Ну что ж, посмотрим, что это такое. Final Fantasy это какая-то японская игра, которая, в принципе, известна, но я никогда в такое дело вообще не играл. Ну вот, это будет новая сетевая игруха, которая выйдет в течение где-то года. Ну и это бенчмарк. Смотрим, здесь графика, в общем, очень приличная. Люди отрисованные очень детализированы, рожи у них гладкие, текстуры весьма приличные, нет никаких, блин, угловатостей, что ли. Освещение неплохое, равномерное. То есть, если сравнивать с тем же Oblivion, который вышел, правда, в 2006 году, но на самом деле не так много игр, которые лучше по графике, то здесь, в общем-то, пожалуй, получше будет. Обстановка какая-то мрачная, но это просто такой вот уровень. Ну вот, это моя героиня, которую я выбрал, там разных можно выбрать. У нее рожи вообще не от меры сего, она не понимает, что здесь происходит. В полном ахуе, где она находится, че такое, вообще нихуя не понимает. Идет так вообще, нахер. И просто смотрит налево и направо. Двери открылись, но че делать, пойдет она. Да, вот здесь вот лестница как-то не удалась, но это мелочь, в общем, не имеет большого значения. Метеориты падают, она вообще летает. Водичка хреновая, к сожалению. Но это факт. Сидит уже здесь. Одежда не мокнет. С хвостом она, конечно, прикольно смотрится. Это слегка отталкивает, скажем так. Монстры какие-то ебанутые начали нападать, вообще некрасивые, честно говоря. Напоминает, летающие головы в Дум-3 были, только там они по здоровей были. Ну, как-то не производит впечатление, но это, видимо, какие-то медузы. Ну, ладно, японцы выбрали таких монстров. Вообще, все это с кораблем напоминает пират Карибского моря. Очень сильно. Хотя, с другой стороны, может, на лавом таких похожих теноков. Пират Карибского моря-то самое известное. Нормальные такие японцы, здоровые какие-то все. Или это не японцы. Но она-то точно с японскими чертами. О, какой чувак. Здоровый нахрен, а. Супергероид на 10 уровне. Артас. Да, графика, в общем, очень-очень ничего. Единственное, что, может, не хватает, как-то вот детализация палубы. Текстура, что ли, жидковатая. Во, как она сделала. Кипец. Вот такой девжоны, как за каменной стеной, прям за ней. Барьер поставила, блин. Сколько маны-то у нее на это ушло. Выглядит красиво, а потом будет пить что-нибудь для восстановления. Чучело какое-то, как в 3DMark 2005. Кстати, да, очень сильно напоминает 3DMark 2005. Корабль только не летает. Но корабль, чудище летит. Такое, дракон, так сказать. Игра в фане намного хуже, чем в нем. Ну, в 3DMark все-таки, конечно, получишь. Дождик нормально удался. Если он еще меняет направление от ветра, то очень, очень симуляторно выглядит. Опять стрёмненькая водичка. Весла хреново касаются воды, то есть там брызги как-то не очень выглядят. Но тут хотя бы день существенно по-другому стал все выглядеть, более приятно. О, а тут еще лучше. Нормально вообще. Все так прям. Нету этого низкого количества полигонов. Не знаю, аж выйдет она на консолях или нет. Но не потянет, наверное, ее консоли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!